Творчество без границ. Люди с ограниченными возможностями здоровья представили свои работы на творческой выставке, которая открылась в обществе инвалидов. Деревья из бисера, домашний текстиль в технике лоскутного шитья, картины из шерсти для валяния, вазы ручной работы, плетеные воротнички и не только. С многообразием рукотворного мира познакомилась наша съемочная группа. Поэтому мы когда-то собрались, чтобы каждый, кто что умеет, научил друг друга. Ну и естественно начали мы, так как я раз организовала это дело, то начали мы с трубочек газетных. Всё началось с газетных трубочек три года тому назад. Дальше больше. Освоив одну технику рукоделия, мастерицы общества инвалидов покоряли новые вершины рукотворного мира. Всё время хочется что-то новое узнать. Вот что-то вот сделала, вот это я уже сделала, умею, значит мне надо уже что-то другое. Я много чем занимаюсь, конечно. И лоскутным вот этим шью, да. Потом вышивки вот эти и бисером, и ниткой буреные. Потом очень нравятся мне вот эти трубочки. Просто газетные. Да, они у меня уже больше тысячи лежат. Газетным трубочкам Мария Юсупова дарит вторую жизнь, превращая бумажные скрутки в декоративные шкатулки и фигурки. Ещё одна мастерица Татьяна Ременюк создаёт бисерные деревья и цветы. А до этого увлекалась вышивкой с использованием всё того же бисера. До этого у неё были очень изумительные вышивки цветов. Она очень любила цветы. И вот эта вся стенка у нас была как бы вышивками оформлена Татьяной. Вот в этом году? Я начала вот с января месяца и вот всё делала. Ну, наверное, у меня 30-то экземпляров-то я сделала, наверное. Творчество – это неотъемлемая часть жизни этих талантливых и чутких женщин. За рукоделием они забывают о своих проблемах, болезнях и жизненных трудностях. Именно творчество помогает им преодолевать сложности день за днём. Ну, в последнее время очень трудно со здоровьем было. И я бы не выдержала, не умея, вот кто-то находясь дома. Я в течение вот этого последнего года почти никуда не ходила. После операции, даже мы в Редвина, когда в Санкт-Петербурге была на операции, я брала с собой вышивание. Я сидела и вышивала. С безграничными творческими способностями этих мастеров и мастерей смогут познакомиться все желающие. Окружная организация общества инвалидов открыта для общения с каждым из нас.